А вы знали, что во Франции, недалеко от Парижа, есть поместье Левиль, которым владеет грузинская государство? Его история начинается в 1922 году, когда после советской оккупации Грузии правительство Первой Демократической Республики было вынуждено искать убежище во Франции. Поместье называют Грузией под Парижем, капсулой времени. И сегодня мы с вами пустимся в небольшой экскурс по усадьбе, в покоях которой век назад поселилась грузинская демократия. Меня зовут Хатуна, вы смотрите Сова-блог, Сова-независимый голос о Грузии на русском языке. Мы вещаем из Тбилиси. Прежде чем начать, прошу вас подписаться на наш канал и поддержать Саву лайком. Также напомню, что теперь вы можете поддержать независимую журналистику. В описании будет информация о том, куда можно направить донаты Саве. Представьте, на дворе 1921 год. Вы только что все потеряли. Родина, из которой вы лепили передовое европейское государство, захвачена Красной Армией. Что будет дальше, неизвестно. Когда вы вернетесь домой, тоже непонятно. Вы принадлежите к числу людей, создавших Первую Грузинскую Демократическую Республику, разработавших одну из самых передовых конституций своего времени. Вы бежали в Париж не случайно. Этот город – международный политический центр, где находится Лига Наций. Здесь будет проще работать над восстановлением независимости Грузии. В начале 20-х годов прошлого столетия во Франции оказались не только национальное правительство и часть учредительного собрания, но и другие политоммигранты из Грузии. Они рассредоточились по всей стране, но большая часть все-таки осела в столице и ее окрестностях. Правительству в изгнании, которое официально сохраняло свои полномочия, нужно было где-то обустроиться. И они выбрали поместье Левиль в городке Левиль-Сюр-Орж под Парижем. Договор на покупку был подписан 24 июня 1922 года. Усадьбу приобрели по тем временам за 130 тысяч франков. За поместье, конечно, заплатили недешево, но в Париже было бы и того дороже. А этого изгнанники себе позволить не могли. Хоть и вывезли во Францию казну и фонд материального наследия Грузии. За это впоследствии зацепится советская пропаганда. Но вот в чем дело. Левиль был приобретен на деньги из казны, но лишь с тем условием, что однажды, когда Грузия восстановит независимость, поместье передадут в собственность ей. Специальная комиссия, состоящая из семи человек, первых владельцев Левиля, разработает и составит завещание, за которым закрепится название «Завещание совести». Новые владельцы поместья, среди которых будет и председатель правительства в изгнании, иное Жордания, оформят покупку как частную собственность. Так, лапы советской власти по всему миру, охотившиеся за собственностью оккупированных республик, до Левиля не дотянутся. Расчеты кажутся верным. Однажды, после Второй мировой войны, в Левиле заявятся люди, которые попытаются выселить жителей усадьбы. Они будут апеллировать к тому, что Грузия теперь принадлежит Советскому Союзу, следовательно, все, что находится в собственности Грузии, тоже принадлежит Советскому Союзу. Выпроводить непрошенных гостей получится лишь на основании документа о частной собственности. В общем, время шло, грузин во Франции становилось все больше, вторая волна эмиграции последовала за антисоветским восстанием 24-го, третья за Второй мировой. Но в отличие от первопроходцев, новым эмигрантам было куда обращаться – в Левиль. За высоким забором, окружавшим территорию в 5 гектаров, располагался дом, которому вела Липовая аллея. По периметру были рассредоточены хозяйственные постройки – огороды, виноградник, фруктовые деревья. Скольких в разное время приютило поместье Левиль, сказать трудно, но постоянно там проживали порядка 30 человек. В центральной части усадьбы находится трехэтажное здание, которое принято называть «замком». В этом здании жили Ной Жордания, Ной Рамишвили, Кокуца Чолухашвили, Акаки Чхенкели, Экфтиме Тахаишвили и другие выдающиеся грузины. Кстати, о Тахаишвили. Профессор, археолог, общественный деятель, зампредседателя учредительного собрания Грузинской демократической республики, он эмигрировал во Францию вместе с правительством. Много лет Тахаишвили охранял вывезенное материальное достояние Грузии, которому имел фактически единоличный доступ. Тахаишвили прятал бесценные грузинские сокровища в 39 огромных ящиках от известных мировых музеев, богатых коллекционеров, судебных тяжб, криминальных кругов, фашистов советской власти. Он уберег национальные богатства от всех, в том числе и от себя, ведь Тахаишвили, как и все изгнанники, сильно нуждался, но он устоял перед соблазном, не притронувшись ни к чему. После Второй мировой войны Тахаишвили добился возвращения фонда в на тот момент советскую Грузию, вернулся на родину сам и доживал свой век под домашним арестом. Эфтиме Тахаишвили причислен к лику святых и признан национальным героем Грузии. Но вернемся в Ливиль. Замок стал домом для части имущества, вывезенного из Грузии. Здесь хранились древние картины, взятые из дворцов, раритетные книги, оригинал акта о независимости. Здесь хранился весь государственный архив Первой республики и множество исторических документов, которые уцелели только потому, что их вывезли. Судьба Грузии обсуждалась в гостиной на первом этаже замка. Но в свободный отдел государственных времен семьи политэмигрантов пытались вести концы с концами. Кто-то готовил и продавал мацони. Кстати, очень популярны в те времена во Франции. Но и Жордания с семьей, например, занимались небольшим огородом. Экфтимя Тахайшвили с супругой пасли коз. Члены бывшего грузинского правительства бедствовали. Их рацион состоял из овощей. Иногда птицы, мясо, по воспоминаниям потомков, было непозволительной роскошью. Когда в 1930 году завербованный советскими спецслужбами эмигрант на улице застрелил бывшего министра внутренних дел Грузии, Ноэ Рамишвили, тот был в изношенных носках. И этот факт особенно подчеркивался во французских новостных сводках. Тем не менее, повторюсь, все без исключения вывезенные ценности были возвращены в Грузию. Так и жила в самом сердце Франции маленькая Грузия, в которой говорили на грузинском, печатали грузинские книги и газеты, где принимали грузинских эмигрантов со всего мира, где жила надежда на возвращение на родину и не угасала вера в обретение независимости. Шли десятилетия, Левиль ждал своего часа. В 2004 году потомки членов правительства Первой Демократической Республики, следуя завещанию совести, объявят о готовности передать поместье Грузии. Переговоры, начавшиеся еще в 1991-м, будут завершены в 2016-м. В письме, которое получит грузинское правительство, будет написано «Мы никогда не считали Левиль нашей собственностью. По решению Первого правительства Грузинской Демократической Республики мы лишь временно владели поместьем до восстановления независимости нашей Родины». Ноэ Жордания до конца жизни жил на небольшую пенсию, выделенную правительством Франции, так же, как и остальные члены правительства Грузии в эмиграции, несмотря на то, что у них было самое большое поместье в самом привлекательном месте в окрестностях Парижа – Левиль, которая формально принадлежала им, но они решили, что оно должно принадлежать Грузии, так как было куплено на деньги из государственной казны Грузии. Такая психология была у этих людей, и мы сейчас сражаемся за утверждение этой психологии. Сегодня на базе поместья Левиль создан грузино-французский мемориальный музей. На территории усадьбы проходят разные культурные мероприятия, совсем скоро завершается очередной грузинский фестиваль, проводившийся Минкультом с конца мая. Если вы когда-нибудь, совершенно случайно или намеренно, окажетесь в этом поместье, не забудьте посетить кладбище Левиль-Сюр-Орш, где покоится прах сотен эмигрантов, в том числе Ноя Жордания, сотен лучших умов Грузии начала 20 века, настоящих патриотов, всю жизнь тосковавших по родине, и в этой тоске сотворивших ее маленькую копию в самом сердце Франции. А что думаете вы? Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях и поддержать сову лайком. Меня зовут Хатуна, вы смотрели Сова-блог, увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok